так друзья всем привет проверю пошла ли трансляция трансляция прошла так лучше будет играть музяка поэтому мне тут забанит видео потом я буду чистить эту музяку и только потом появится видео поэтому те кто захотят пересмотреть стрим вам нужно нужно будет нужно выждать потому что когда я чищу музыку из youtube ну youtube удаляет дорожки вот то это занимает вплоть до недели то есть я выбираю там утолить стреки и там идет обработка и эта обработка висит вот но очень долго поэтому тут как есть стоянно так позакрываем ненужные окна открываем google а я сейчас постараюсь максимально все показывать все рассказывать чтобы это было для вас полезно но первым делом не оплаченная реклама чай ричард заварен ричард уже должны были заплатить за такую рекламу вот а линканите в чате если кто-то есть меня нормально слышно и т.д. и т.п. перезапущу чат отлично смотрите короче вы спросите я чуть-чуть пожую ищем интересные элементы например что интересно здесь здесь интересная голова и вот вот эта складчатая кожа то есть вот этот чувак посередине он прям такой прикольный он сам темный но шипы белые это прикольно то есть получается берем и забрасываем в работу как забрасываем создаем слой bootking с возвращением делаем 1920 на 1080 это базовое разрешение вашего монитора и ресайдим заходим сюда имидж сайт и процентов пикселей нужно делаем допустим там 4000 а лучше наверно 3 оно само в процентах изменит то есть не надо калькулить есть сколько здесь вот разрешение должно быть просто делать 3 оно увеличивается я обычно еще затемняю холст потому что белый очень яркий и и он очень бьет по глазам как адреналин короче вот и добавляем сюда нашу ящерку и берем только то что нам надо и не заспамливаем необходимую рабочую зону всяким подстоим то есть максимально оптимально еще нам надо сохранить сразу файл вот я вам тоже рекомендует сделать что мы видим здесь я считаю здесь очень прикольная цветовая гамма хамелеона то есть вот именно по цветам он блин интересный то есть берем городе цвета так он нас ради цвета не стоит сильно всегда чистим конечно то есть берем только то что нужно из света уменьшаем картиночку оставляем понеслась жмем control с чтобы это осталось я вам скажу так можно использовать вот такую прошку puref и сюда закидывать картиночки как вы помните я вам рассказывал это все вот но в чем проблема я люблю почему-то мне так приятнее замечание пюреф я вязаю как-то наверное как-то утвердилась у меня как такая рабочая обстановка да где именно у меня изображение должно быть вокруг и вот поэтому я плохо использую перри хотя вам я очень рекомендую вязать и замечательные обезьянки вот такой замечательный нос вот ну смотрите вот я комментирую почему и что я беру очень нравится форма лица форму лица вы можете редактировать вплоть до вот так ну я к примеру вот форма лица просто огонь но лица и я стараюсь подгонять их в одну линию чтобы они были в рамке в одной чтобы можете не заморачиваться немножко времени занимает но как по мне полезная дайте люблю когда порядок вокруг прикольная жаба очень интересная фактура мы ее возьмем но к сожалению жабу мы уже сделали к сожалению радости сделали жабу я позже покажу свои работы по жабе все остальное выложен арт-стейшн потому что начальство дает добро но эту жабу конкретно мы будем использовать как текстура да и мы создаем сразу папка папка создаем папка я говорить слова писать буква так значит пишем текстура а это у нас референсы я обычно рев спешу просто control g выделяйте слой нажимать control g и у вас помещается все папку и гору привет тимуан плейтон привет вот продолжаем текстуры сразу выключаем они нужны нам для другого покажу заодно как из-за текстуры так смотрим на этого чувака прикольная башка вот нравится вот это ж морда нравится вот вот эта ротовая часть да то есть так я так но собираюсь использовать исключительно как информацию я удаляю все ненужное и оставляю самыми вот и точно также добавляя сюда дело то что когда вы рисуете концепт-арт у вас должен стимулироваться мозг а то есть его надо разогревается ровно как и мышцы сейчас еще кусочек цирка просто до этого был стрим кто пришел только сейчас до этого стримового родина часа четыре ничего не кушал поэтому мне сейчас хочется перекусить пищем дальше сперва как правило продвигаясь то что но смотрю то что есть у меня а потом лезу google два яка чувство но мне нравится текстура опять же я беру не все подряд не беру только то что мне нравится смотрите ка замечательная куколка в этой бабочке смотрите какая красота по-моему это какой-то безумно природный арт тем временем у меня есть второй срок так это серебра собирал для другой работы но такие штуки нужно везде и 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 время просто не идет или надо долго потоптаться на месте чтобы понять что действительно она я не могу понять почему эти чуваки постоянно грызут свой хвост но мне он нравится это не нравится и туда затащил все время мы продолжаем такое себе вот это прикольная тема реально прикольно константин пожалуйста если привет конечно бронусе может искать спорность очень сильно в чате это выбивает а вот это ядовитый чувак про сайт а вот уже в другом ракурсе что тоже хорошо это нам надо и это надо все что с ним берем все заверните пожалуйста все ищем дальше такое смотрите какой интересный глубокий взгляд да прям такой если бы на тебя девушка таким взглядом я смотрел а то бы с ростом константин я попросил пожалуйста без кац мужик ну вот и закончилось все веселье ну а теперь заходим куда заходим в обычный гугл и пишем ядовито растение есть такая фишка если вы пишете на английском у вас поиск может быть лучше крапива ядовито растение видим что поиск нам ничего не выдал поэтому мы ищем что пишем сумасшедшие какие-то хрен пойми какие-то crazy plans короче вот и вот видим какую-то фигню такой да когда из браузера просто копировать и просто опс давайте добавим все добро что нахватали потому что вот у нас уже по вкладкам сверху уже просто переспал я сейчас объясню что где что потому что кушал и не говорил какую картинку где беру сейчас по добавляю но я думаю с этой ящеркой понятно в чем ее фишка да она выглядит очень опасно то есть вот это вот тряпочка которая она выкидывает она просто сумасшедшим клево вот ну и что начинаем вот это все добро подгонять по размерчику то есть сдаем такую рамку вокруг то есть знаете как такую рамку из референсов такую ровную аккуратную рамочку где у вас все четко так вижу вот эти белые блоки не нравится она ты ничего не поделаешь так в этой ящерице мне нравится исключительно шея вот этот вот это решение но скажем так достаточно необычным чересчур необычная поэтому обрезаю только то что кажется прикольным или интересным ну в этой гусенице мне понравилась исключительно вот цветовая текстура это сейчас друзья и происходит подготовка к работе конкретно моя подготовка может у кого-то она другая может кто-то настолько хорош что ему референсы не надо и он лупит прям прям сразу с плеча херачит офигенной концепт и как правило это те люди которые прошли уже вот эти стадии с референсами они уже знают просто у них голове уже просто ходячая библиотека форм жуков форм всяких созданий они уже нарисовали их столько что просто ему уже не надо на референс смотреть но даже даже супер профи смотрят на референсы как бы это это нет нимеш так здесь мне нравится цвет рыбоньки она такая ну наверно все таки хотя нет вот тут вот это вот вот это вот место она прям вообще огонь прям вот поэтому когда придет время покраски эта рыбонька будет нам помогать очень хорошо эта рыба сама по себе жутковатая у нас будет концепт существа такой не совсем обычного то есть он будет жуткий будет опасный я надеюсь мне не станет плохо и дорисуем сегодня хотя бы какую-то структуру если кто не знает почему не может быть стать плохо потому что сейчас я на антибиотиках понимания все дела поэтому самоощущение приходит в совершенно разных можно так сказать спектрах то есть ты себя вроде чувствуешь окей потом и ты просто вообще выжат как как вот а я еще после овера и я так понял что умер у меня тоже прилично здесь нравится форма головы вот овер тоже приличные энергии забрал поэтому ну здесь видите она такая более горизонтальная поэтому лучше сюда запихнуть я видите ровняю прям по пикселям это не обязательно делать я думаю там один пиксель выступа ничего страшного не будет но мой перфекционизм короче очень сильно напрягает мозг и я не могу успокоиться пока не добавлю то что хотел так теперь возвращаемся в браузер а смотрим то добро что мы нашли вот такой стрелый цветок вот такой стремный цветок он реально стрёмно смотрите смотрите размер он сможе камебин потому что шипы внутри я сразу не представляю как это тварь такая его за головой И там вот, жрет, короче Вот У этого цветка вот эти вот точки Как глаза, прям Вообще жесть Очень нравятся цвета Вот цвета здесь прям растительные Огонь, просто огонь Это все мы закидываем в рефы, кстати Чтобы у нас не... Для чего это делается? Чтобы не было тонны слоев Потому что слоев, видите, до хрена Сносятся До хрена, наверное, плохое выражение Много слоев становится Простите за мой Парля ле франсе Ле франсе Потому что... Сложно не ругаться Матом Потому что это такие приятные Сочные слова Передающие мысль так точно Как правило Я создаю рамку полностью, поэтому Мой поиск ровно заключается до тех пор Пока мы не Забьем все Это что такое вообще? Росяночку мы оставим пока В покое А вот эту падлу мы возьмем Она очень жуткая И... Опять же, я напомню Наша тема Это... Ну, такие ядовитые сады, что ли Вот, поэтому... Я выбираю то, что может существовать в садах ядовитых Но опять же, это должно быть необычное И опять же, это... Вот, видите, внизу пришел к такому вот стыку А что обычно делаю? Либо уменьшаю все это добро до следующей картинки, которая появится Либо увеличу, чтобы до низа дошла Ну, это... Это просто вот для таких дебилов, как я С перфекционизмом в голове То есть должно все быть расставлено Вот, так Двигаемся дальше Я держал такие штуки в руке Они невероятно бодяные внутри Вот Ищем больше психодела Цвета прикольные Так, прикольные цвета Резаем лишнее все При желании можете слои Если у вас слабый компьютер Вы можете все эти слои потом объединить Я это сейчас сделаю, когда все соберу Ну, то есть Честно говоря, оптимизацию не стоит забывать Может быть, у вас даже нормальный компьютер Ну, там у вас, допустим, 16 дневников оперативочки Но Когда вы начинаете работать Вот прям вообще Уже там куча слоев И там весь в работе Вот Эти слои лишние Они будут мешать Съедать свое, короче, пространство Вашей оперативной памяти И Чем глубже вы будете заходить В работе Тем сложнее будет В процессе Так, ну, что Ищем дальше Какие-то непонятные унитазы Типа вот это, да Хочется что-то прикольное Вот эту Странную штуку, в принципе, пропустили Да Вот, отличное фото По тому же принципу Уменьшаем Шпучкаем вниз Селекция Все остальное добро Откуда это Пал? А, вот пропал Какой-то баг бывает Визуально В фотошопе Ну, да ладно Что у нас есть еще? Вот эти вот Прутики Выглядят Очень ядовитыми Я должен Как бы еще отметить Что В дальнейшем Объект должен быть Будет Быть Должен быть Анимирован В спайне Спайне Это 2D анимация И В игре Объект будет Достаточно маленьким Поэтому Нам нужно Учитывать Много Наперед То есть Например Всякие Тонкие Элементы Типа веревочки Какие-то Прутики Они Просто будут Теряться Поэтому В дизайн Сразу Их закладывать Нельзя Хотя Эти штуки Ну В крупном Размере Выглядят Очень выигрышно Вот Но В нашей Задаче Короче Нельзя Вот такая Вот боль Мне дотянул Один пиксель Видите Насколько Я болен Дальше Вот Эта Штука Странная Что Наверное Можем Давайте Напишем Plant Mutation Мутация Растильная Конопля Что Серьезно Такая Штука Охренеть Прям Как Гусеница Да Может Это Фотошоп Конечно Ну Не Похоже Вот Это Приквально Тебе Мне нравится Морковка Отлично Ну Чтобы Целостная Рамка Смотрелась Я Делаю Одинаковую Высоту И Сверху И Снизу Там Она Уже Не Влазит Поэтому Туда Штем Бетон Запихнем И Продолжаем Искать Дальше Поиск Референсов Достаточно Нудная Тема Но Это Сэкономит Вам Тону Времени И Очень Сильно Поможет Офигеть Очень Сильно Поможет В работе Дальнейшем То есть Это То Время Которое Вы Тратите Вначале Но Очень Круто Экономить Дальше Что За Хрень Вот Это Яблочки Или Что Это Какая-то Такая Хрень Наверное По растениям Пора Уже Закончить В принципе Окей Давайте Дальше По Животным Да Смотрим На Странных Жуков Оу Вот Эта Штука Прикольная Пипец Прям Какой-то Вау Эффект С ней Есть Прям Вообще Нравится Я чувствую На нее И зацеплюсь Еще Иногда Меня Напрягают Вот Такие Вещи Которые Очень Сильно Отвлекают Но Для Целостности Прямоугольника Естественно Не буду Врезать Это Поэтому Просто Берете И замазывайте Если Вам мешает Лучше Найдем Найдем Выглядит Настоящим Но Мне Очень Нравится Дизайн Форма Берем Тоже На Анализ Даже Какой-то Фигур Из Кроме Тигры На На Нашем Деле Все Способы Как Говорится Хороши Уменьшать Не могу Он И так Весь Мыль Поэтому Закидываю Тоже Сюда Все Интересно Закончилось Очень Жаль Это Концепт Кстати Достаточно Хороший Концепт Так ЖК Вроде Все Окей Чуть Что Закуплен Аватар Там Очень Интересная Интерпретация Многих Существ Была И Да За основу Мы будем Брать Тоже Полезные Штучки Ну Вот Здесь Вот Эта Окошка Она В принципе Именно Сам Дизайн Может Освещение Здесь Не Очень Сам Дизайн Больше Чем Окей Так Непонятная Непонятная Хрень А Этого Штуку Эту Штуку Я Помню Здесь Все Все Что Стимулирует Ваш Мозг Все Что Вам Помогает Хватайте И Тащите Что Еще Прикольно Есть Мозг Мозг Вот Эта Хрень Поэтому Оп Оставляем Опять же Необязательно Обставлять Всю Рамку Это Зависит От Вашей Наркомании Насколько Вы Хотите Углубляться Просто Обычно Такую Рамку Создаешь И Она Уже Работает Прям Долго Это Не Для Одного Концепта Допустим В Одну С этим Не Работаете Вы Сразу Собрали Референс И Все Рабочий Процесс Дальше Просто Доискиваете То Воспомогательные Элементы Которые Вы Понимаете Что Вам Чего-то Не Хватает Так Завершать Уже Цветовые Решения Такие Чуваки Угу Решения Продолжение следует... Продолжение следует... Чего бы это ни касалось, какой бы таск ни стоял, всегда вот такой сбор референсов. Я думаю, здесь пускай на цветок залазит по одной простой причине, что... Сейчас объединим слои. По одной простой причине в том, что... Цветок у меня тут чисто для цветового решения, поэтому... Если я его закрою, цвета все равно мне видны. И все нормально. Что-то бывает, шея затекает. Как-то не очень такое чувство. И какая-то непонятная хрень. Это концепты для аватарок. Какой-то непонятный краб. Прикольный жук. Это Биов. Что у нас тут? Сейчас прогрузится. Так, я пропустил сообщение. И дня просто я открыл браузер, и есть окно сообщения, и ушло назад. Биов, здорово. Макс тоже привет. Текер, тебе еще раз. Сейчас накопил 4 контейнера. Овер у нас уже закончился, бро. Так, YouTube говорит, жизнь хороша. В одной вкладке YouTube стрим, во второй музыка. Круто, чувак. Это круто. Так, Кривер, привет. Сейчас уже почти приступили к рисованию. Это я понимаю, откуда вдохновлялись создатели аватара. Это, я так понимаю, какие-то медузы. Опять же, цвета просто космически крутые. Поэтому мы будем это использовать. Ну, все. Короче, сейчас еще по цветам только посохраняем. Вот эти прикольные медузы. Офигеть. Я даже не знал, что медуз такая крутая цветовая палитра. Оп, то же самое, что... Кривер, картинку. Да. Кривер, конечно, впечатляет. Хорошее разрешение, конечно. Может даже такая-то макросъемка специально. Ну, выглядит по-сумасшедшему круто просто. Ну, прям... Прям... Жесть. И еще какая-то медузка была здесь. Вроде уже все остальные похожи. Это тоже похоже. В принципе, как текстурку можем схватить ее. Ну, и на этом все. Сейчас мы приступаем к работе. А по музончику давайте подрубим, потому что реально я уже сам так как-то... Иногда идея приходит просто мгновенно. Вы мгновенно создаете что-то клевое. Иногда надо потоптаться. Это все часть работы. Это все окей. Короче, не парьтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Это референсы, которые будут вдохновлять нас и помогать в поиске. Потому что концептинг, друзья, работает именно вот так. Короче, смотрите. Можно начинать с силуэта. То есть... И искать какой-то силуэт. Ну, к примеру. Как правило, лучше брать текстурную какую-то кисть, которая будет создавать прикольные рандомные вещи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нравится мне, кстати, вот эти выступы. Друзья, это не угадай силуэт. Каждый может видеть здесь что-то свое. Если хотите угадай мелодию, то нет, не сюда. Продолжение следует... Продолжение следует... А, кстати, я забыл штуку. Продолжение следует... Я очень хочу чужих взять, а в обороте... У меня все будут смотреть налево, поэтому я сразу флипаю изображение. Где-то я здесь еще прикольно видел, вот это, да? Огонь! Вот это огонь! Все, можем закрывать. Что, продолжаем? Я, кстати, забыл. А, все нормально, все в рефы ушло. Я уже вижу какой-то силуэт, но мне он кажется немножко банальным, поэтому я продолжаю дальше... Так сказать, искать. 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 У нас не так... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы сделали один силуэтик Который вроде прикольный Типа вам Его в копилку И делаете второй Так, я потерял чат Ах, да, коль здорово 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 это улитка мать его жестко и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Скоро спилю трек. Субтитры сделал DimaTorzok Простите за мой французский. Просто порой в части такое пишут, что думаешь, нифига себе, как ты мог это увидеть вообще откуда. Желательно мягкую кисточку сделать, допустим, вот у этого чувака. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поэтому я люблю вокруг картинки то, что я могу цвет пикать, не париться. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Короче, вы поняли, мы к нему еще вернемся. Я вначале хочу показать, какие могут быть стили подхода. Да, то есть вот как, давайте уже на улитку тоже цвет кинем, чтобы она такой черной не была. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok но весь и схожий цветок здесь и не зеленым здесь и не зеленым ну короче сделали да мы вернемся доработаем эти концепты просто давайте я опять же создадим для каждого свое что-то это значит так русский стоит а это line как я работаю лайном если мне не хватает места я просто растягиваю изображение и двигая двигаете референс и разрезаю просто и растаскиваю то есть рамка остается рамкой она для меня очень полезно фокс привет возвращение так еще есть риф открыты справа у меня на втором мониторе я их тоже листа и у меня целая папка со всякими работами крутыми они создают так сказать муд атмосферу вижу здесь вижу здесь есть просто погружен вот поэтому можно рисовать сразу детально да там примеру сразу глаз какой-то искать вот и сразу форму черепа какой-то вот но ну я думаю вы поняли что это глаза это ноздри это рот и можно дальше развивает а там нашу форму но я обычно такие детальные рисуночки для души садишься глазик вырисовываешь для если вы работаете в компании это не совсем полезно плане того что на это тратится время но самое главное это результат поэтому если это поможет вам если вы можете работать только в таком ключе просто старайтесь работать быстрее вот как правило я стараюсь тонкую кисть не делается она сразу вас вовлекает во всякие деталь ушечки и пилюшечки вот поэтому я делаю сразу кисть побольше и самый обычный шарик в чем фишка этого шарика здесь вот есть такой спайсинг видите вот он где-то до сюда выведен вот и есть трансфер в это от нажатия нажатия пера да и шейт динамик стоит соответствующий то есть шейт динамик дает тонкую тонкую линию начале можете смотреть видео и тоньше становится а так становится толще но вы можете сами еще редактировать можете брать кисть какой-то из своей настройки вкидывать вот я беру короче кисть побольше так чтобы она была прозрачной можете прозрачность еще здесь ставить или флоу поставить и начинаю точно так же как сверху искать свои решения лайном сейчас выключу повтор то есть все это трек играет последний раз ровно как и силуэтом я ищу какую-то форму кого-то существа да то есть вы конечно можете сесть и рисовать только одно существо без поиска прям вот одно существо вы рисуете меняете мусолите его но как сказал колобаев марк может для кого-то он не авторитет но как сказал колобаев марки есть такая как бы старая такая такой старый эксперимент мастеров по-моему может даже школе в август экспериментировали не знаю короче типа обычно у ремесленников типа одной группе дали задание типа что в конце сессии будет оцениваться один кувшин им надо сделать один кувшин и потому насколько он будет крутой и их будут оценивать а второй группе сказали что чем больше кувшина они сделают то есть будет считаться не по качеству а по количеству то есть просто чем выше цифра тем лучше лучше чувак вот и в итоге у тебя те у кого было нужно было повысить больше то есть не один а много кувшина у них кувшины были лучше тем чем у тех кто делал сидел один кувшин там идеальным выстраивал я просто потому что чтобы выдавать что-то наверное уникальное необычное вам стоит не просто идти по одному пути а стараться охватывать больше просто чтобы тренился мозг просто чтобы у вас был выбор чтобы у вас были то есть как-то пинать себя работать больше и в этом ключе то есть прогрузки на что автосессии стоишь секунду короче я рекомендую вам делать не тогда а это река река ри это если у вас крышница photoshop тут такой спасающий когда фотошоп восстанавливает ваш файл вот видимо это это сработало значит возвращаемся музыку скоро графический придет а вот а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У них есть специальные дешевые серии Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы видите связь между этими двумя элементами? То есть я сделал вот этот Посмотрел, что с ним не так Мне единственное нравится у него вот эта часть То есть как у него передние руки и форма То есть все, я поварился с ним и тут уже дальше продолжаю эту тему Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как будто эта штука сожрала тело человека И вот ноги висят со рта То есть вот что-то оставшееся Не могу так чернить Я с удовольствием, конечно Но есть Субтитры сделал DimaTorzok Вот так получше Он более устойчиво стоит Я имею ввиду Руки играют роль Прям так Ну чувствуется Смар мне в апреле будет 30 Че щас было? А, я вставил улитку Я понял Ctrl-V нажал Так Оставляем лучшее То есть Будет постоянно сортироваться Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 но суть вам ясна то есть я скрещиваю какие-то мысли идеи то есть все равно как вы можете посмотреть дизайн между этой штукой этой он разный вот то есть формально это гибрид между вот этими двумя вещами вот наш собаки объединяет вот опять же допустим не хватает дизайна хвосту какой-нибудь грубого да там берете либо с чужого вот этот костяной хвост да там повторяется вот либо берете и смотрите вот как у собаки да вот и хвост или может быть вам понравится вот этот хвост похоже на скорпионовская жала вот ну опять же это быстрый скетч чему не обязывающий то есть дальше уже чтобы его реализовывать ну надо затрачивать время на отрисовку уже тотализацию но я вижу сразу как он будет двигаться как он будет атаковать то есть я сразу закладываю эти штуки делаем получи глаза здесь как-то очень плоские и ну в принципе при желании можете тень какую-то кинуть ну это на ваше смотрение короче вот еще одна скажем особь готова видите разница между вот этой штукой и этой и этой это совсем разные стиле поиска но опять же мне комфортно во всем иногда я пробую это иногда я делаю вот так как пойдет как настроение займет надо этого поцка развернуть вот он кстати прикольно тоже можно взять за основу и с ним поработать так сейчас секунду верну ваш чатик верну музычку ну чё продолжаем дальше да ну если брать во внимание вот этого чувака вот это уже убираем не надо смотрите такие руки могут быть у дерева то есть руки имею ввиду конечности то есть может быть может быть это какой-то мутировавшие дерево опять же напоминаю тема у нас это дикие сады вот то есть какие-то деревянные штуки обычно я делаю прозрачным наверх слой и начинаю уже думать начинаю вырисовывать всякие элементы думать по поводу плеч ну я к примеру ну вид и тому подобное то есть как это работает оказываем ну что гу дальше кстати наткнулся на вот такой замечательный вот и я замечаю что у этого чувака очень круто анатомия стоит и и по сути он круто помогает вот в этом чуваке видите у них немножко похожая поза сейчас из-за улитку возьмемся либо line я делаю не поверх слоем а просто беру прозрачную стерочку и и поверх уже пошел поверх пошли дальше сейчас верну чатик на место потому что я когда открываю какую-то папочку она перекрывает чат так ну что смотрим на этого чувака он реально прикольные и смотрим как выполнена анатомия здесь немножко другие руки у него сустав плечевой более выдвинут вперед и руки такие более атрофированные у меня то есть если у него вот вот это мускула да то у меня на вот огромное то есть у него вот второй сустав он у меня уже здесь то есть у меня рука начинается вот уже здесь ну грубо говоря вот но все равно ноги какая-то анатомия в нем она очень крутая и начинаем апгрейдить вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что-то ничего мне не нравится Давай тебя хапанем Хапануло я Очень сильно хапануло Так, ну что Простите, очень нравится Докер, кстати, спать ушел Я только сейчас увидел Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Немножко форму потерял Добавил субтитры сделал DimaTorzok Немножко перспективу потерял Не перспективу, а форму Вот центр Следовательно, бивни бы шли отсюда То есть один бы выходил здесь Зависит, конечно, от формы, какой мы дадим Ну а второй уже здесь Ну что, сейчас попробуем как-то черепашью морду сюда натянуть Добавил субтитры сделал DimaTorzok Вписываем анатомично бивень Немножко щеку надуваем Потому что он должен как-то крепиться Ну, должно быть ощущение, что он твердо сидит Я пока смотрю только на голову То есть пока на чувака справа не смотрю Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ну, в этом и моя цель, чтобы он был странным Максимально странным Ну, видите, чувство дерева остается Да, видите, в форме лица и в движении вот в этой стружке, так сказать, ну, нейтральная стружка Я стараюсь сохранить ощущение, что это что-то живет в лесу, что это что-то деревянное Но у него благородный вид, если вы заметите Обратите внимание, так сказать Может быть, может быть, слишком выровнял Нальтрона, кстати Добавил субтитры сделал DimaTorzok Камил, респект, похож Да, реально похож Я сейчас вижу Смотрите Огонь Видите? Похож, реально По вот этому лицу Не по глазам, а именно по рту Прикольно вышло Похож на Альтрона Огонь Блин, Камил зашел просто Сразу порядок Сразу такой Он похож на Альтрона Так что за фигня? Че тут, че тут, че тут Давай, мужик Красавчик вообще Показать 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 камин лол ну смотри единственное за музыки мне придется долго чистить видео будет недоступно потом стрим будет доступен ты сможешь пересмотреть когда тебе не надо спать так что дружан я бы советовал тебя выспаться сон очень важно давай камил снов тебе заходи к нам еще смартфон спасибо конечно так давайте подключим нашего вот этого друга на а видео привет спасибо хочу этот элемент как-то продублировать что будут деревянность сохранялась можно конечно как стиле мультов warcraft сделать какой-то вот такой элемент точнее не так секунду вот такой элемент и здесь вот такой шар энергетический это было бы в стиле world of warcraft но у нас не об этом так пора другой трек включить я думаю уже устали сейчас есть у нас еще один трек для повторов и самое главное самое святое что за этот трек youtube не банит за что спасибо вам большое а существо ну предположим что в лесу могут жить какие-то существа вот в таком необычном лесу может так сказать вот и мы собственно говоря пытаемся придумать какие существа там могли бы быть так руки массивные окей но мне почему-то чего-то не хватает вот прям вот такого наверное чтобы он все может много смотрите как проверить свой арт если вы на чем-то думаете возвращается через control альцет в исходное положение и жмете control z и вот так вы можете проверить как было как стало лучше не лучше так дубль 2 чуть-чуть вытянем радость от достом банит уже раньше не банил а теперь банит стало лучше рамец шутц так я да Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас я пока никуда не смотрю, друзья, все сам сейчас, ну, то есть я думаю просто... Не забывайте, что вы должны не копировать, а придумывать, поэтому... В первую очередь, все, что вокруг, это вспомогательный элемент. Это форма черепа, положение глаз, какой панцирь, как здесь лапы находятся, как здесь рот собран, может быть, это вообще башка и вот это глаза. Ну, понимаете, да, что у меня, вот, 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 вот голова, к примеру. Вот, то есть это все вспомогательные элементы. Вот здесь мне очень нравится эта тряпочка вокруг. Вот. То есть не срисовываем, а именно думаем. Шипы нельзя, потому что он дерево. Он деревянный. То есть он такой какой-то чувак, как будто бы из дерева сделан. Или оброс дерева. Вот мох можно, но зачем мох сейчас добавлять? Сейчас этап, когда мы ищем форму. Все детальки типа мох, какие-то грибочки, которые растут вот так. Вот. Это все второстепенные элементы, да, то есть это отвлекающие элементы. На этих стадиях начальных, когда вы думаете над формой, не стоит тратить на это время. То есть я думаю над силуэтом вокруг, то есть вот как здесь силуэт, да, а ровно над этим же силуэтом я сейчас и работаю. В первую очередь. А потом, когда уже буду доволен, так сказать, силуэтом, и буду отрисовывать детальки, тогда уже буду всякий мох добавлять. Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте в название стрима кинем, что у нас концепты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Назвали видео «Как рисовать концепт-арт». Продолжение следует... Лифер дорого! Продолжение следует... Ну вроде прикольная лапа, но я просто представляю, что он ей может ударить, да, то есть Так, чтобы она выглядела, чтобы получив от нее, прям больно будет Как будто вот четвертой руки, там пальца не хватает Хз такое какое-то чувство, что что-то не совсем так Сейчас вижу Сейчас мы разберемся с пальчиками Так, я еще не ужинал, надо будет, блин, повыжинать Я уже чувствую, что желудок говорит Эй, рец Давай, иди ешь Можем просто сделать перерыв, я поем и продолжим На говно было, шаблоко Можем просто сделать перерыв Сделаем Сделаем Уживая 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 Вдох Уживая Эта Уживая 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 над рукой я думаю я еще подумаю потому что у меня пока такое какое такое все не то я уже вижу не нравится что-то абсолютно больше за коробка господи сейчас на планшете уже удобнее чем на бумаге раньше было наоборот привыкаешь брусс 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 сейчас еще подумаем над руками пока не меня очень смущают здесь должен быть локтевый сустав следовательно его и обходим здесь у нас плечевой сустав опять же так он растение может висеть всякая типа как вот вы мог хотели на тут может висеть типа всякие такие типа лиан и свисать но он же типа засыпает обрастается штука примерно так образно вот отсюда ножки должны идти короче давайте друзья я перекушу и мы вторую часть запишут запустим сейчас я назову стрим часть первая так все сохранила еще вернемся передохнуть этого трека а я остановлю стрим но для того чтобы не было вот этого пробела потому что неприятно смотреть как отсутствует поэтому сейчас мы прервемся и продолжим я думаю 15 ну так что плиту позволил было видео запустить так что если вам интересно посмотреть дальше все таки наверно какие то вот руки надо отсюда взять потому что что-то я не в ту сторону какую-то двигаюсь мне кажется надо будет посмотреть что-то вот он вверх хороший вот этот вот эта часть то есть половина нижняя она мне не нравится мне хочется ее изменить поэтому буду менять но сперва надо покушать так что кто желает дальше посмотреть скоро продолжим